Здравствуйте! В эфире телеканала Обнинск ТВ, программа «Власть». В студии для вас работает Ильхам Нигматуллин. Сегодня мы будем говорить о культуре. Благодаря работникам культуры, их идеям и кропотливому труду город Обнинск и другие города живут интересной жизнью. Именно благодаря работникам культуры сохраняются народные традиции, реализуются идеи и проекты, проводятся культурно-массовые мероприятия, оставляющие большой след в душе каждого зрителя. Гость нашей сегодняшней программы – режиссер городского дворца культуры Наталья Геннадьевна Мова. Наталья Геннадьевна, здравствуйте! Здравствуйте! Ну, во-первых, в начале нашей программы я всегда говорю спасибо, благодарю наших гостей за то, что нашли время и пришли к нам в студию. Предлагаю в начале передачи немножко с вами познакомиться, для тех, кто вас не знает. С чего началась ваша работа в городском дворце культуры именно как режиссера массового представления? Как долго вы там работаете? Я работаю больше 20 лет уже и работаю только на одном месте. Конечно, у нас были реорганизации, но уже очень давно я работаю непосредственно на Ленина 126, городской дворец культуры. Просто у нас есть филиалы – Алые паруса, Дом офицеров. И начиналась моя работа с молодежью и детьми. Такая была должность завсектором по работе с детьми и молодежью. Я очень долго работала, и такие проекты, может быть, кто-то помнит, они были давно «Подружки Мисс 16», «Мисс Дюймовочка». Вот такие небольшие проекты и концерты. Этим я и занималась, посвящала себя вот этому делу. А впоследствии, уже несколько лет, я стала режиссером массовых мероприятий, а это означает мероприятия большого и очень ответственного уровня. Такие как Новый год, соответственно, с Нового года 23 февраля, 9 мая. Это мы говорим про мероприятия, которые проходят на улице. День города. В общем, Масленица, само собой, она грядет вот такими мероприятиями. Ну да, вот об этих мероприятиях мы сегодня поговорим, почему мы сегодня встретились. Впереди Масленица и 23 февраля, День защитника Отечества и 8 марта. И, может быть, зайдем немножко еще и вперед. Ну вот 20 лет, да, вы уже работаете на одном месте. На самом деле, очень длительный срок. Скажите, как изменилась культурная жизнь города за 20 лет? Вот когда вы пришли 20 лет назад, какая она была сейчас? Честно говоря, даже 20 лет очень трудно сказать, как она изменится. Если 10 лет назад вы меня спросили, еще можно было. А так можно сказать, что просто огромный рывок. Особенно в нашем городе. И вообще, посещая другие города России, можно сказать, у нас культура на очень высоком уровне. По сравнению с другими городами. Не хочу никого обидеть, но все же. Такие у нас программы. Все коллективы, все работники стараются идти в ногу со временем. Какие-то совершенно новые безумные проекты, которые мы воплощаем в жизнь. То, что было раньше, можно сказать, делали на картонке. А сейчас все новейшие технологии. И действительно очень высокого уровня. То есть, я могу сказать, что нашей культурой в городе можно гордиться. Наталья, ну вот давайте вспомним, может быть, о самых интересных проектах, которые вы организовывали, режиссировали. Что запомнилось больше всего? Ну, давайте вернемся немножко назад, да. И, может быть, напомним нашим телезрителям. Я даже не... Ну, из последних... Да, вот, может быть, из последних. Из последних, наверное, самый такой, которым был задействован весь абсолютно город. Это был юбилей дня города. Там действительно участвовали спортивные какие-то наши коллективы. Спорткомитет, волонтеры в большом количестве. Коллективы не только Дворца культуры. Театры. То есть, там было задействовано все. Мы делали книгу, то есть, живую книгу, по которой рассказывали становление города Обнинска от самых корней до современности. Мы прошли по всей истории вот так вот. И это, конечно, было очень интересно и захватывающе, как и для нас. Ну, и отдачу от зрителей мы тоже увидели. Вот, наверное, самый такой яркий проект. А как вот удавалось, удается соединить воедино столько много площадок, да, вот «Живая книга». Это же все площадки задействованы были в ней или одна? Нет, это одна площадка, да, мы работаем на главных площадках. В данном случае это была детская площадка на проспекте Маркса. Вот там, на большом концерте, мы, в общем-то, воплотили эту идею в жизнь. А какие проекты или бэк-проект был в вашей карьере самым сложным? В общем-то, он и был. Это он и был, да? Это он и был. То есть, самое интересное и самое сложное. Да, потому что ставились такие задачи, казалось бы, невыполнимые, но мы всегда добиваемся того, что хотим, или там какие-то наши идеи. Мы всегда стараемся воплотить в жизнь на высоком уровне. Поэтому там очень много было впервые. Я, в принципе, днем города тогда занималась первый раз. И для меня это тоже был такой вызов, который, я считаю, я успешно прошла. И в первый раз мы делали площадку. То есть, не только концерт, не только там парад, не только вношество мы вносили. Но еще площадь, мы занимали площадь, с той поры площадь вся занята. То есть, мы привозили скульптуры, живые скульптуры. Мы теперь проводим там акции «Народный художник», проводим просто акции, какие-то интересные фотозоны мы туда вводим. То есть, это не просто теперь сцена, а целый вот такой вот объемный, получается, у нас праздник, который не отделяется. То есть, тема и там, и тут проходит у нас. Это какая площадка основная, еще раз напомню? Триумф Плаза, детская площадка, проспекте Маркс. Да, самая большая площадь. Наталья, а как вам кажется, что самое сложное в работе режиссера? В работе режиссера самое сложное – слышать, услышать и видеть все происходящее вокруг. Если ты общаешься с творческим коллективом, с любым творческим коллективом, к нему надо найти подход. Из их идей сделать более грандиозную идею, и они в этом помогают. Наверное, это самое главное, ну, как, в общем-то, и в жизни главное не только слушать, но и слышать. Еще и чувствовать интуитивно, где что правда, а что нет. Я имею в виду в культуре, что стоящее, а что нет. Вот как-то так. Когда уже наступает сам финал, то есть, да, ПФО, когда проходит праздник, да, и может быть многомесячный ваш труд, вы видите в финале… А как вы оцениваете, да, скажем, ваш труд по зрителям, то есть, да, либо, может быть, по отзывам коллег? По отзывам коллег судить невозможно, потому что это совершенно субъективное мнение. Поэтому в этом году я вела на площадку еще один опрос. На площадку, вот, например, на день города это было, да, волонтеры у нас стояли, и был такой опросник. Какие мероприятия вы хотели бы видеть в нашем дне города? Что вам больше понравилось в сегодняшнем дне города? Какие акции еще больше устраивать? То есть, таким образом я получила обратную, теперь уже реальную связь. И это прекрасно, потому что в реальном режиме мы не можем общаться с нашими зрителями. Конечно, отзывы я потом и читаю, и какие-то, не знаю, ну, в соцсетях какие-то комментарии и так далее. Но вот такое вот живое большее общение. И, конечно, я ставлю нашим прекрасным волонтерам, Российский союз молодежи, такую задачу, и они, в принципе, она тоже выполняется. Я их прошу смотреть, следить за настроением тех гостей и горожан, которые прибывают к нам на праздник. И мы с ними потом общаемся, и тоже таким образом я получаю обратную связь. Наталья, вот расскажите о вашей творческой команде, с кем вы реализуете ваши планы. У нас очень большая творческая семья. Сейчас, вот сейчас в это время у нас есть художественный руководитель Наталья Денисова, с кем мы обсуждаем праздники. У нас есть театральные режиссеры, у нас есть руководители коллективов, которые не только являются, то есть это, я говорю еще раз, они не узконаправлены в свой коллектив, а в то же время они могут быть со-режиссерами той или иной программы. Поэтому мы работаем в тесном контакте со всеми народными коллективами, эстрадами, хореографическими, театральными режиссерами нашей команды в городском дворце культуры. А какие коллективы работают в городском дворце культуры, которые о себе заявили на высоком уровне за пределами, скажем, города, области? Можно кого-нибудь отметить? Всем известный ансамбль танца Купава, ну я не знаю, ансамбль Околица. Столько наград, столько времени, ну вообще у нас все гениальные, вот честно вам скажу. Все, конечно, очень достойные и у всех множество наград и министерских, и личных, и какие-то вот награды на фестивали, потому что постоянно ездят, приглашают наши коллективы и в России, и за рубежом. Приглашают. Что касается волонтеров, на каждом мероприятии задействуете волонтеров, да? На крупных мероприятиях. На крупных, масштабных, да? Да. На каждом мероприятии, и я хочу сказать, что это очень талантливые ребята, и спасибо Дмитрию Казакову, что он их держит, так сказать. Вот, и мы постоянно с ними встречаемся, я их обучаю, если это надо, уже вне, у них есть своя программа, но это как бы дополнительная. И они нам, конечно, очень помогают, очень выручают. Они очень позитивные, молодые, энергичные, им все это интересно. И вообще очень радостно, что в нашем городе есть такие интересующиеся молодые люди. Понятно. Ну что ж, я думаю, что пришло время уже перейти непосредственно к праздникам, да, для того, чтобы узнать, и мы, чтобы узнали, и наши телезрители, что нас ждет впереди. Какие праздники, и как они пройдут в Обнинске в ближайшее время, наверное, начнем мы с 23 февраля. Ну да, только у нас 23 февраля, мы всех приглашаем 21 февраля в 16 часов в городской дворец культуры. Состоится поздравление администрации и, конечно, большой праздничный концерт для сильной мужской половины нашего города и гостей. Концерт будет очень яркий и достойный, и Лидия Музалева, и Игорь Милюков, и кавер-группа Шейк, и еще много-много сюрпризов. И, конечно, сводный военный оркестр, и хоралы, и паруса, в общем, и совершенно новый фильм. Я приглашаю всех получить удовольствие, отдохнуть, ну и, конечно, мы всех поздравляем, всех наших мужчин, мужчин нашего города, с этим замечательным праздником всего городского дворца культуры. Да, с наступающим. С наступающим. Перейдем, значит, мы к Масленице. Наверняка уже есть какой-то план мероприятий. Конечно, план мероприятий уже давно утвержден. Мы всех тоже приглашаем. 1 марта детская площадка «Триумф Плаза» на проспекте, да, Марса это уже сказала. И 12 часов. С 11 часов, с 11.30 начнут наши волонтеры развлекать детей, а также их родителями веселые конкурсы, игры и так далее, и так далее. На площади будет работать фотозона народная, фольклорная. Будут установлены такие деревенские тиры, прямо вот так. Спорткомитет, как всегда, нас удивляет удивительными, тоже это все на площадке происходит, удивительными соревнованиями по армрестлингу, по гиревому спорту. Конечно, будет установлен столб с призами и подарками, то, что любим. В прошлом году мы объявили впервые конкурс на лучшую масленичную куклу. Было более 20 заявок. Всех мы отметили, кого первые места, конечно, получили призы. Все унесли с собой домой дипломы. И в этом году мы тоже приглашаем всех участвовать. Уже заявки принимаются. Вызвало очень большой интерес. На площади установлены три колеса волшебных масленичных для загадывания желаний. Приходите, завязывайте ленточки, загадывайте желания. Все плохое оставляйте в прошлом году, а все хорошее, когда завяжешь ее, то обязательно сбудется. Обширная очень программа. И в этом году тоже небольшие новшества в концертную программу. На сцене появятся не только фольклорные коллективы нашего городского дворца культуры. Большая будет программа игровая на площади с персонажами. И подарок к нам приедет группа «Город Москва. Девчата». Такой подарок от города, да. Ну и, конечно, традиционно сожгем масленичное чучело. Я думаю, что будет очень весело. Это все-таки народное массовое гуляние, когда весь обник, кстати, хочу сказать, что тенденция такова. С каждым годом на этот праздник приходит все больше и больше людей. Это очень радостно. Мы очень рады. И переходим к тому прекрасному весеннему празднику. 8 марта, Международный женский день. Что запланировано к этой дате? К этой дате, во-первых, 6 марта состоится концерт. Праздничный с поздравлением, конечно, администрации города Убнинска. Мы приглашаем тоже всех. Но вход по пригласительным. Но всех ожидаем. А 8 марта мы приглашаем на очаровательный детский концерт. Он так и называется «Дети мамам». Начнется он в 12 часов. Вход совершенно свободный. Наши потрясающие детки удивят родителей. Мам, бабушек, сестер. Приходите, получите море-море удовольствия. Это что касается вот этих праздников, которые посвящены 8 марта. А где можно посмотреть более подробную афишу? То есть на сайте, наверное, да? На сайте ГДК вся афиша полностью есть. Во сколько вход. Когда можно позвонить, уточнить. Все очень доступно. В доступной форме все можно понять и прочесть. Ну и, наверное, один из самых главных праздников в этом году. 75-летие победы Великой Отечественной войны. И мы вступили в год памяти и славы. Какие мероприятия пройдут на площадках ГДК, посвященные этой памятной дате? Ну, запланировано очень много мероприятий. Первый из них у нас пройдет брейн-ринг между нашими средними образовательными школами города Обнинска. Посвящен во славу Великой Отечественной войны. А где вы проходите? У нас на базе ГДК. Ленина, да, 126. Около 12 школ оставили уже заявки. Очень интересная игра. Очень умные детки. Вопросы, конечно, все как-то утверждаются. С работниками музея, со специалистами. Очень интересно все. Ребята очень переживают, очень готовятся. И нам радостно, что школьники тоже приходят и как-то участвуют в этом процессе. Также у нас такой, хоть и называется конкурс «Перепляс», но в этом году, он ежегодный. Но в этом году там есть отдельная такая вот номинация. И все будут представлять какие-то хореографические композиции, посвященные этой непосредственно дате. Праздничный концерт нас ожидает 6 числа. Это такой большой сюрприз для города. Очень приятный. Не буду раскрывать все карты. Ежегодно он называется «Жизнь, любовь и песня». Но в этом году он пройдет в необычной форме. Спектакль драматического театра Веры Петровны Бесковой «Кухня». Я приглашаю всех обязательно посмотреть этот спектакль. Тоже к этому дню приурочен. Ну и наш 9 мая театрализованный концерт, который пройдет на площади фонтана. Начинается наш концерт сразу после митинга в 11 часов. И он будет расширен в этом году. Мы пока ведем переговоры тоже с новшествами, с яркими номерами. Наши коллективы и вообще коллективы города очень серьезно к этому относятся. Очень интересные решения. Тут зазывать даже, если честно, не приходится. Каждый год очень радостно нам видеть всех, кто приходит на этот концерт, почтить память. И как-то отдохнуть душой. Будет работать полевая кухня, музей под открытым небом, штаб будет работать. Будет работать, который невероятный успех имеет, медсестры перевязывают бинтами и так далее. Фото зоново на военную тему. Причем очень много. Может быть даже военный, патриотический, мобильный кинотеатр будет. То есть какие-то новости мы каждый год ищем, чтобы воплотить. Ну а вечером ожидает большой праздничный концерт. Тоже не буду раскрывать все сюрпризы. Артисты будут невероятные тоже. Я приглашаю всех почтить память и отметить этот праздник всем Обнинском. Я приглашаю. А программа очень обширная. На самом деле да, она еще утверждается, потому что переговоры с артистами велись даже не с сентября, а с лета этого года. Вот эта работа началась еще тогда. Поэтому мы сейчас как бы, скоро вся программа будет вообще вся напечатана и в общем доступе. Я думаю, что мы все это увидим и на сайте администрации, и на афишах города. Ну и у нас на сайте, конечно, тоже это будет. Так что приходите, мы вас приглашаем. Наталья, а в вашей творческой карьере встречались ли люди, которые вот очень сильно повлияли у вас как на профессионала? Ну таких людей несколько было. Подождите, что на меня... Может быть, да, начать с института, может быть, да, там может преподавать. Может быть, как-то вот у кого вы чему-то учились, учитесь, да, вот что-то такое может быть. Ну печально как-то, Виталия Сергеевича нет, а в принципе-то, ну там Ефимкова была, ну а впоследствии Пикалов, вот как бы. Ну их все скажем. Ну ладно, давайте. Наталья, вот вопрос такой, встречались ли вам люди, которые на вас очень сильно повлияли как на профессионала в вашей творческой карьере? Как на профессионала и, собственно говоря, вообще мой путь начался давно, но в нашем городе было выцемер по социальным вопросам Ирина Ефимкова. И именно она разглядела мой потенциал, именно она стала приглашать меня на сцену и, собственно говоря, с этого и начался вообще мой творческий путь и творческое развитие. Впоследствии, конечно, когда приобретались навыки и так далее, и так далее, и по данный момент моим учителем был Виталий Сергеевич Пикалов, потому что настолько гениально он подходил ко всему, настолько от него можно было найти вот эти вот тонкие грани искусства, культуры, понятия, чувственности и отношения бережные к этому всему. От этого, конечно, вот я всегда питалась абсолютно, да и думаю, что и многие. Поэтому это мои учителя. Понятно. Еще вопрос. Наталья, что для вас успешное мероприятие? Чем вы измеряете успех? Успех я измеряю двумя параметрами. Первое, конечно, это должно понравиться тем, для кого мы это делаем. Еще раз про обратную связь. Если нашим гостям нравятся наши мероприятия, а мы все равно стараемся, неважно, где это проходит мероприятие, на площади или непосредственно в нашем городском дворце культуры, после спектакля или после новогодних утренников, я специально выхожу, с ними общаюсь. Кто-то позитивный, кто-то говорит, что вам надо что-то изменить. Все мы это принимаем. И для меня это успех мероприятие, когда люди об этом говорят так или иначе. Большие мероприятия, конечно, проходят, опять же, по реакции наших зрителей, по аплодисментам, по крикам браво, по их улыбкам. Ну и второе, когда доволен коллектив, который отработал на пятерку, это тоже очень хорошо. Я тоже всегда этому радуюсь. Понятно. Ну и давайте поговорим, может быть, о планах на 2020 год. Что еще ожидает зрителей и горожан в городском дворце культуры? Ну, что, о чем мы уже можем сказать, да, то есть что известно? Потому что где-то планы утверждаются, а где-то вот прям мы точно знаем, что будет какой-то проект интересный, что-то еще. Ну, во-первых, мы все равно, вот сейчас, после 8 марта, начнутся отчетные концерты наших коллективов. У нас очень много коллективов. И разной направленности. Это и Купава, и Аколицы. Ну, просто я даже не буду говорить, потому что все их знают. И Праздник, и Эдельвейс, и Антре, и Солнце, и много-много коллективов, которые все будут показывать. Я приглашаю всех, потому что это отдельный спектакль, можно сказать. Вход практически свободный на все эти мероприятия. Тоже смотрите более подробную информацию. Ну, а лето для нас начинается с 1 июня. У нас есть ярмарка солнечного досуга. Это ярмарка, где представляют наши творческие коллективы, не наши, а всего города. Творческие, художественные школы, школы интеллекта, школы дополнительного образования и так далее, и так далее. Они представляют свои проекты, зазывают детей туда, предлагают посмотреть, как это происходит. В общем, это уникальная ярмарка для нашего города. Но самое уникальное событие в этом году нас ожидает 18 июля. Это новость, которая распространилась совсем недавно, хотя говорили о ней давно. День фольклора России. И в этот день абсолютно вся Россия будет праздновать этот, это я прям забегаю вперед, этот вот праздник. Еще все это обсуждается, но мы знаем точно, что мы в этом, как и все, будем принимать участие, и что это будет какой-то вот интересный очень для нас проект. Следующий проект – это День города, еще один. Ну, а дальше у нас очень много театральных проектов, очень много молодежных новых проектов. В следующем году планируется уже с нового сезона. Так что мы приглашаем всех, всех. Я хочу заметить, что наши мероприятия направлены абсолютно на все возраста. От маленьких детей, молодежи до наших уважаемых пожилых людей. Поэтому каждый найдет себе что-то по душе. Наталья, вот такой вопрос. Наверняка, может быть, было такое, что приходите на праздник и вот думаете, я бы сделала по-другому, либо вот хочется сделать какую-то задумку режиссерскую у себя, либо у вас все авторское и постоянно все новое. Ну, на праздник, скажем, другого режиссера, там, в другом городе, да, вот что-то еще. Задумки где-то вот, откуда черпаете вдохновение? Вдохновение черпается из разных источников, вот совершенно из разных. Можно посмотреть что-то по телевизору, можно что-то из книги почерпнуть, из соцсетей, из интернета, откуда угодно. Ты можешь увидеть какое-то движение или в разговоре с кем-то, и ты понимаешь, что это оно. И можно сделать из этого целый день города, я вам вам честно скажу. То есть черпаются идеи от того, что тебя окружает. И, конечно, от тех людей, которые тебя окружают. Наталья, ну и в финале нашей программы по традиции наши телезрители ждут пожелания от нашего гостя. Я еще раз хочу поздравить всех мужчин с наступающим праздником. Пожелать им здоровья, счастья, благополучия. И наших очаровательных женщин тоже с наступающим праздником. А всем я желаю весны, хорошего настроения, улыбок и счастья в их домах. Спасибо вам большое. Напомню нашим телезрителям, что гостем нашей программы сегодня была Наталья Геннадьевна Мова, режиссер городского дворца культуры города Угненска. Это была программа «Власть». Смотрите нас каждый вторник и четверг в 19.20. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok